Добрый вечер! Сегодня хочу поделиться с вами своим опытом, как чистить твердотопливный котел на примере строповый двадцатки. Механическим путем это сделать практически невозможно. Сегодня я буду использовать так называемое химическое полено. В данном примере будем использовать вот такое вот полено. Такой вот марки. Поскольку я впервые воспользуюсь пассивным способом очистки котла, буду придерживаться инструкции. Инструкция довольно краткая, сжатая, но в ней четко написано. Необходимо положить на тлеющий уголь и дождаться полного сгорания данного полена. Так вот выглядит данное полено. Зачем опробовать данный способ, хочу показать состояние своего котла. Вот как-то так он выглядит. Явно нуждается в чистке. Но как туда забраться, я себе очень туго представляю. Собственно говоря, поэтому и решился попробовать метод пассивной чистки с помощью данного полена. Вот так он выглядит снизу. Также хочу вам показать, как выглядит мой дымоход. Вот как-то так. И что у нас творится здесь? Вот как-то так. Вот так. Ну что, предлагаю растопить котел и посмотреть, справится ли данное химическое полено с этой сажей, с этим налетом. Так, думаю, самое время забрасывать наше полено. Что у нас там? Как раз остались угольки. Берем наше полено и, согласно инструкции, забрасываем его на угольки. А теперь ожидаем эффекта. После использования химического полена прошли практически сутки. А теперь пришло время вновь растопить котел. Хочу посмотреть, изменилось ли у нас что-нибудь внутри. Давайте вместе посмотрим. Налет на крышке как был, как по мне, он даже и увеличился. Что у нас делается внутри. Налета меньше не стало. Как по мне, его стало даже больше. Давайте посмотрим теперь, что делается снизу. Я думаю, можно сделать смело вывод, что химическое полено может быть и работает, но не в моем случае.